Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередная программа «Разговор о медицине». Тема сегодняшнего выпуска – постковидный синдром у детей. Сегодня у нас в студии доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой педиатрии Института медицины и экологии и физической культуры Ульяновского медицинского университета Славьёва Ирина Леонидовна. Здравствуйте, Ирина Леонидовна. Очень рад вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие наши телезрители. Ирина Леонидовна, у нас тема такая – постковидный синдром у детей. Очень злободневная тема, очень такая насущная. Тем более мы знаем, что сейчас такая тенденция детской заболеваемости по ковиду сохраняется на высоком уровне. Давайте сразу объясним нашим телезрителям, что такое постковидный синдром, как он проявляется и вообще, может быть, почему он вообще возникает? Да, действительно, это связано с заболеванием, которое вызывается коронавирусной инфекцией, которая сейчас именуется COVID-19. И эти изменения, они в рамках в целом-то, в целом в рамках постинфекционной астении. И ранее такие состояния были, но следует сказать, что на современном этапе вот данное заболевание, вызвано новым вирусом, оно отличается, имеет свои определенные характеристики, имеет определенные длительности интервалов вот этого состояния. И не так просто справляться с этой ситуацией. И очень важно понять, когда он начался, этот постковидный синдром. По современной классификации лонг-ковид, то есть длительный ковид, затянувшийся ковид. И, соответственно, даже это состояние какое-то время не понимали, как его правильно описать. И следует ли его выносить в классификацию. Как отдельную такую рубрику, да? Да, как отдельную, да, как отдельное состояние. И все-таки приняли решение включить международную классификацию болезни как самостоятельную единицу, на которую нужно обращать внимание, проводить коррекцию, ну и прочие составляющие. Ну, тогда получается, какой механизм возникновения этого синдрома именно? Ну, если просто сказать доступным языком, то пробуется. Да, просто, но... Что запускает его? Запускает, конечно, это состояние запускает сам коронавирус, поскольку у него есть несколько точек приложения. Точки, такие органы мишени, как говорится, да? Клетки мишени, потому что больше мы говорили о рецепторах, которые располагаются на клетках, как кангиотензин, превращающий в фермент. Как придавление. АПФ, да, АПФ. Соответственно, пошли дальше, изучили. Оказалось, что этот вирус обладает эпителиотропностью, эндотелиотропностью. Он тропен к клеткам. И такой вот важный момент, что этот вирус нейротропен. И, соответственно, на выходе мы как раз и получаем поражение эпителиального покрова, выстилающие, то есть это любой эпители может вовлекаться. Это эндотелий сосудов и сама нервная ткань. Поэтому отсюда-то и пошло это состояние выражения мозговой туман, потому что вирус нейротропен. Ирина Леонидовна, у нас очень большая аудитория, и сейчас нас родители тоже смотрят. Скажи, пожалуйста, на что следует обратить внимание родителям, пристальное такое внимание, и какое время нужно именно действительно понаблюдать за ребенком, чтобы действительно какие-то проявления увидеть такие, именно постковидного синдрома? Дело в том, что эти проявления настолько разнонаправленные. И здесь еще может смазывать картину некоторой ситуации. Допустим, ребенок не всегда может пояснить свое состояние. Он не может четко объяснить, где болит или какие ощущения он испытывает. Родители понимают, что это не исходное здоровье того качества, которое было до заболевания. Но не всегда бывает понятно с позиции обывателя, что же произошло с ребенком. Но что-то не то все-таки заметить можно, да? Да, заметить можно. Первое, что замечают родители, это стойкий длительный субфибрилитет. То есть субфибрилитет – это температура, которая держится на уровне 37, 37,2, 37,3. И по сути, если не измерять, ее можно тоже пропустить. Иногда родители замечают, что ребенок более горячий или теплый, кожный теплый покровы. И начинается измерение температуры. И здесь-то как раз фиксируется этот субфибрилитет. Ну и, соответственно, целый ряд состояний, которые сопровождают этот постковидный синдром, потому что выделяют несколько временных интервалов, которые можно отнести к постковидному синдрому. Все-таки чаще всего постковид у детей – это в рамках до 4 недель. Но есть другая группа пациентов, потому что выделяют несколько категорий пациентов, которые имеют проявление постковидного синдрома, у которых длится от 4 до 12 недель. И следующая еще одна категория есть, у которых эти состояния длятся более 12 недель. И, соответственно, при каждом этом состоянии есть свои характеристики, которые на это тоже следует обращать внимание. Ну, я думаю, мы сейчас с вами как раз обсудим. Да, конечно. Ирина Анатольевна, вот одно из осложнений коронавирусной инфекции, в том числе у детей, это вот такой мультисистемный воспалительный синдром, так называемый. Есть такой, присутствует? Вот давайте о нем скажем. Что это такое? Почему он действительно представляет такую опасность вообще для здоровья ребенка? Действительно, именно в педиатрической практике выделяют кавасаки-подобный синдром или мультисистемный воспалительный синдром. Системный, само слово уже характеризует то, что фактически все системы вовлекаются. Ну и мульти, то есть это многогранные, многопрофильные проявления у этого состояния. И это относится к категории крайне тяжелых состояний. Действительно протекает тяжело, протекает длительно, с не совсем благоприятными исходами на выходе с этого состояния. И, соответственно, мультисистемный воспалительный синдром, он больше присущ для педиатрической практики. А связано это с особенностями строения иммунной системы, потому что мы понимаем, что у ребенка проходит 5 этапов созревания со стороны иммунной системы. И поэтому есть возрастные периоды, когда и в обычной жизни могут запускаться аутоиммунные состояния, когда организм начинает вырабатывать антитела, ауто-антитела, которые начинают воздействовать на клетки, на собственные клетки организма. Ну, система, органы могут быть разные, разные вовлекаться при этой ситуации. И клинически протекает это заболевание тяжело, это высокая температура, это явление склерита, когда воспаляются склеры глаз, это явление хиелита и стоматиты тяжелее, это определенного рода именно кожные проявления. Ну, соответственно, ряд других составляющих, которые характеризуют именно тяжесть этого проявления. Евгения Леонидовна, мы сказали, что давайте тогда раскроем, как раз возвращаясь к тому вопросу, что нужно понаблюдать за ребенком, именно чтобы обознать, что у него начался постковидный такой синдром. Какой диагностический тогда минимум какой-то, или обследование, или именно наблюдение должен присутствовать и у родителей, и, может быть, и у медицинского сообщества, чтобы действительно вот этот вот синдром, как говорится, поймать? Но этот синдром, все-таки мультисистемно-воспалительный синдром, это, как правило, все-таки это уровень стационара. Если такое происходит, я бы сказала, это крайне сложно и трудно в отношении лечебной тактики. Поэтому такие дети госпитализируются, и они должны проходить именно стационарное лечение, потому что там есть определенные терапевтические тактики, которые только в условиях стационара можно выполнять. Ну и, соответственно, перечень лекарственных средств – это тоже стационарного уровня, амбулаторно. В рамках пандемии, когда все заняты практически 24 часа в сутки, люди работают, это, конечно, нереально. Другой вопрос, на что обратить внимание, чтобы понимать, что все-таки ребенок имеет проявление постковидного синдрома, потому что, если касаемо мультисистемного воспалительного синдрома, это настолько тяжелое состояние, что все понимают, и медицинские работники, и родители, что это будет длительный этап наблюдения, и конкретно уже даются рекомендации по выписке ребенка, когда он выздоравливает. А вот постковидные проявления, они настолько разные, ведь мы с вами уже обсудили, что это от 4 недель и более 12 недель. И, соответственно, бывают ситуации, которые длятся и в течение года, и проявления могут быть разные. Но одним из клинических проявлений, те, которые родители могут заметить, это, как мы уже с вами обозначили, это повышение температуры на уровне субфибрильных цифр. Причем стойко очень долго могут стоять эти проявления, и неделю, и три недели, и несколько месяцев. Стоит и стоит, и стоит. В одной паре эта температура. Следующие клинические проявления, те, которые действительно родители тоже могут сами заметить, у ребенка любого возраста, это кожные проявления. Кожные проявления, они связаны с поражением сосудов. И именуются они медицинским языком либо воскулиты, либо ангииты. Бывают такие состояния в виде уртикарных высыпаний по типу крапивницы. То есть не по типу, это крапивницы и есть уртикарные высыпания. Но вот именно то, что такое разнонаправленное поражение сосудов и кожных покров в педиатрической практике, это то, что родители сами могут зафиксировать и уже получить консультацию медицинских работников. То есть это такая видимая часть. Но еще существуют такие ситуации, которые связаны, допустим, мы внешне не видим, на коже изменений нет, температуры нет, но проявления они тоже могут быть. Это так называемый мозговой туман. Но в отношении мозгового тумана уже сейчас все к этому термину адаптированы, хорошо разбираются в этом. Действительно есть такие позиции, которые беспокоят реально детей. Это некоторая загруженность, это вязкость внимания, вязкость воспроизведения. Поведенческие какие-то, да, наверное, идут? Поведенческие, но в меньшей степени. А вот все-таки трудности произношения или трудности, бывает, утрачиваются элементы скоротечной, быстрой памяти. Допустим, ну вот сейчас я пойду маме и скажу, что вот я хочу такую машинку, ребенок думает, идет, 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 дошел до мамы. Но это, кстати, и отвлекся, и забыл. Но это бывает тоже очень часто, у взрослых-то это, кстати, больше. На самом деле мозговая такая симптоматика, да? У взрослых это больше представлено. К счастью, у детей такие проявления не могут быть, но в меньшей степени они выражены. Скажи, пожалуйста, по поводу вакцинации. Ну, многих родителей, как-то вот, некоторые сомневаются, да, вот нужно прививать, не нужно прививать. Вот детей прививают вообще с 12 лет. Почему это именно так? Отличается ли детская вакцина от взрослой? Вот ваше личное мнение, как опытного доктора. С 12 лет, поскольку это уже подростки, и дети в этом возрасте хорошо уже могут описывать свое самочувствие, свои ощущения. То есть дать нам сигналы, подсказки, если что-то их беспокоит. Потому что ребенок младшего возраста, конечно, так не может ориентироваться, что это связано, допустим, именно с вакциной. Или в каком месте он имеет ощущение изменений со стороны своих органов, систем. Поэтому, конечно, старшие дети, подростковый возраст, это первые, кто вступает в вакцинацию. Пока более младший возраст не затрагиваем, потому что для этого должна быть подкрепленная научная база. И должны провестись исследования, чтобы мы доказали, что это эффективно, что это работает. Поскольку отвечаемость на разные типы вакцин у детей может быть разной. Поскольку есть такие вакцины, которые, допустим, связаны с определенными временными интервалами, когда их мы начинаем вводить. Ну вот, в частности, например, хорошо известный алгоритм – это противовирусные вакцины. То есть раньше 12 месяцев мы их, как правило, не назначаем, потому что нет оснований раньше 12 месяцев. Потому что есть материнские антитела, которые просто заблокируют эту вакцину, и она не будет эффективна. Дело в том, что вот именно 12 лет и старше – это как раз период пубертата, это подростковый период. И дети вступают в пятый критический период в развитии иммунной системы. Это последний этап, который проходят дети в становлении иммунитета. И здесь именно в этом периоде свойственно будет, если критический период не очень гладко протекает, есть риски перехода некоторых состояний, некоторых заболеваний в контекст аутоиммунного заболевания. И вот для коронавирусной инфекции как раз-то тоже свойственно дебют ряда аутоиммунных состояний, потому что вырабатываются аутоантитела. И ведь доказано, что вот эти аутоантитела при инфекционном заболевании, при коронавирусной инфекции, они действительно вырабатываются, но, к счастью, никто не говорит, что это в 100% случаев происходит. Но у кого-то это происходит, и тогда эти аутоантитела начинают изменять работу тех органов, против кого они заточены. Кажется, тоже это миф или не миф. Но у многих людей бытует такое мнение, что человек мог переболеть, например, несколько раз коронавирусной инфекцией, и вдруг это хронизация процесса. Может быть, коронавирус всегда находится, ну, то есть встретился с ним человек, он всегда находится в организме, как говорится, если просто говорить, да? И получается, что когда он заболевает коронавирусной инфекцией, это своеобразный рецидив заболевания. Так ли это на самом деле? Или вот какое ваше мнение? В отношении вообще вирусных инфекций, если вот касаемо даже вот в обычной нашей повседневной жизни, уже все адаптированы к тому и понимают, что, допустим, вот вирусы группы герпес – это пожизненные вирусы. Ну, здесь да, конечно. Единожды зайдя в организм, уже эти вирусы остаются. То есть это пожизненная персистенция. И есть факты, которые четко доказаны, установлены, что, допустим, вирус гриппа, он ведь сразу не уходит. И у части людей, мы не говорим о том, что это аксиома, что это так и должно быть. Нет, у части людей после перенесенной гриппозной инфекции вирус продолжает выделяться в окружающую среду 180 дней. А после ротовирусной инфекции у некоторых даже больше года выделяется вирус. То есть он может, допустим, какой-то период по окончанию заболевания обследовали, все, он не выделяет, а через какое-то время опять начал выделяться. Сейчас тоже в этом отношении идут исследования и пытаются понять, нет ли реактивации и способен ли этот вирус на длительные сроки оставаться, не вызывая явных клинических симптомов. Якобы человек чувствует себя здоровым, а через какое-то время рецидив с аутоинфицированием может произойти. Эти вопросы сейчас обсуждаются, но пока мы имели дело с конкретными вирусами, с измененной генетической структурой. И как каждая волна, она имела свои объяснения и пояснения. То есть это были другие сиротипы вируса. Ирина Леонидовна, вот тоже еще такой вопрос по реабилитации после коронавирусной инфекции, после постковидного синдрома. Насколько она необходима? Какова она у нас вообще, реабилитация у нас именно в регионе? Потому что я вот такой предисловий просто скажу, что среди взрослого населения очень большое значение имела углубленность спонсоризации после постковидной. И на самом деле, вы же знаете, что мы заняли первое место даже при Волжском федеральном округе. По углубленность спонсоризации я считаю, это такой хороший очень шаг. Потому что на самом деле люди с удовольствием приходили, те, кто переболели коронавирусной инфекцией, приходили, обследовались и получали рекомендации, при необходимости переходили на второй этап обследования. То есть подтверждались какие-то диагнозы, заболевания, как осложнение после коронавирусной инфекции. И на самом деле, кто-то получал стационарное лечение, там, дневной стационарный, круглосуточный. И на самом деле, это очень хороший такой шаг, я считаю. Вот в детстве, как это, в детском, подростковом возрасте реабилитация сама и вот диспансерное наблюдение последующее, оно насколько у нас? Да, реабилитация, она показана всем. То есть это дети, взрослые, это обязательно. Другой вопрос, это настолько индивидуальный такой контекст, поскольку мы не можем четко сказать, что вот те, кто, допустим, 30 дней болел, вам такая реабилитация. Это напрямую будет зависеть от исходного уровня. Но что следует сказать? Какие направления? Направления направлены, прежде всего, это реабилитация по восстановлению функции со стороны органов дыхания. Это раз. И тут тоже есть разные подходы, в зависимости, какой степени тяжести ребенок переболел. Но вот касаемо, допустим, детей, которые тяжело болели, им дозированная нагрузка должна даваться. Есть, опять же, там подразделение по реабилитации. Сейчас это все прописано в согласительных документах. То есть можно с этим ознакомиться и посмотреть в зависимости от конкретной ситуации. И вот есть дети, которые крайне тяжело, допустим, болели. Мы не можем их в обычном режиме напрягать, потому что там подходы совсем другие. Вот рекомендуется, допустим, относительно дыхательной гимнастики два раза в неделю. Вот есть такие пациенты, которым два раза в неделю элементы лечебной дыхательной гимнастики, такие более интенсивные, проводим вот два раза на протяжении даже 12 недель вот в таком режиме. А которые каждодневные, которые можно в домашних условиях проводить, это проводятся они ежедневно. В отношении других методов, потому что по дыхательной гимнастике много сейчас подходов, есть определенные позиции, в каком положении человек должен находиться. Это все сейчас тоже регламентировано и прописано. Но помимо этого большой арсенал физиотерапевтических процедур, которым можно воспользоваться. И опять же здесь подходит и волновая терапия, и электрофорез, поскольку все хорошо информированы о том, что идет фиброзирование легочной ткани. И на это тоже нужно повлиять. А что такое фиброз? Меня иногда вызывают улыбку, когда говорят, что массаж нельзя делать, говорят, вдруг легкие лопнут, потому что там фиброз. Мы им поясняем, как там фиброз, это ткань такая грубая, плотная ткань. Грубая локтинская ткань, которая заменяет. Да, которая заменяет легочную ткань. И соответственно подбирается режим тренирующий, это в этом отношении понятно. Но вот как добиться, вот к вопросу, а как добиться все-таки в эту измененную ткань, все-таки доставить, допустим, кислород? Ну вот он дышит. Если начинается там, где уже группы изменений начались в легочной ткани, ну и дошел воздух, он как бы глубоко не проникает в измененную ткань. Существуют технологии нормобарической оксигенации. Нормобарическая оксигенация на всех этапах реабилитации, она регламентирована, прописана. То есть кислород под давлением? Да, когда кислород под давлением входит в ткани. То есть мало дышать. Мы же понимаем, мы дышим, а эффекта-то нет никакого. И здесь ученые это тоже все просмотрели, просчитали. И оказалось, поступление кислорода под давлением, оно очень хорошо напитывает ткани кислородом. Соответственно, это такой питательный субстрат, и ткань начинает реабилитироваться, она начинает восстанавливаться. И есть еще определенные такие вот меры воздействия на склерозированную, на фиброзированную ткань. Там, где трудно пробиться клеткам-носителям. Потому что мы вот хорошо знаем, допустим, вот эритроцит, он имеет круглую форму. А если кровь облучать лазером, то есть лазерное воздействие, то кровь, она становится более текучей. Эритроциты, они легче меняются у формы, они во все узкие пространства, они легче проникают. И опять же, ткани будут подпитываться уже, хорошо будут питаться, и элемент восстановления, он, конечно же, более эффективно наступает. Соответственно, здесь правильнее давать, скажем так, не рекомендации не общего плана. Здесь, наверное, самое правильное, это когда идет консультация со стороны... Индивидуально идет, да? Да, индивидуальная консультация именно физиотерапевта. Потому что настолько большой разброс физиотерапевтических процедур, которые мы можем очень эффективно использовать. Ну, для этого простой совет со стороны специалиста. У нас очень хорошие физиотерапевты, такая школа классическая. И такие грамотные рекомендации они дают на этапе реабилитации. Поэтому нужно все возможности эти использовать. И ваш ведущий врач, тот, который знает и ребенка с рождения, и до самого возрастления, да. Ну и, соответственно, другие специалисты. Если это поражение со стороны костной системы, про это вот тоже вот коротко коснемся. Потому что именно постковидным синдромом, помимо того, что вот этот долгий кашель, там долгая температура стоит, дети испытывают боли в мышцах, боли в суставах их беспокоят. И причем это долго так это тянется. Поэтому здесь сразу целая команда специалистов должна работать. Каждый в своей области даст дельный совет, что в целом поможет эти проявления нивелировать. Еще в заключении нашей программы уже такие, ну, уже по традиции, какие добрые пожелания, такие как доктора опытного, и какая-то просто от человека, и нашим родителям, и, может быть, нашим медикам, которые нас смотрят. Да, конечно, в первую очередь я очень искренне хочу, чтобы мы все были здоровы, чтобы оставались успешными. Но для поддержания здоровья очень много других факторов нужно. Это правильный образ жизни, никто его не отменял. Это хорошее питание, качественное, тоже правильное. То есть не увлекаемся монокомпонентным, то, что нам нравится, то, что вкусно, а оно должно быть разнообразное. Тогда в этом отношении будет правильный баланс. Ну и, соответственно, физическую нагрузку никто не отменял. Мы всегда говорим о том, вот этот комплекс мер, правильное питание, хороший здоровый образ жизни и физическая нагрузка – это тот задел, который позволяет нам противостоять очень и очень многим заболеваниям, а особенно инфекционным. И один из главных моментов, ну, самое простое, ну, самое простое в наше время, в нашем мире – это управление инфекционным процессом с помощью вакцины-профилактики. Но лучше ничего еще пока не придумали. Уже хочется, чтобы люди действительно отбросили все сомнения, да, и доверить, на самом деле, людям в белых халатах. Конечно, конечно. Поскольку кроме вакцины-профилактики от инфекции, ну, нет никакого спасения. Можно бесконечно находиться дома, отгородиться от всего мира, и то это может не спасти. Да, кстати, отгородиться от всего мира, не помогает. Дело в том, что сейчас уже доказано, и когда это в начале пандемии говорили, а вот как вы относитесь к тому, что, допустим, разнос инфекции по воздуховодам в многоэтажных домах, поднимали этот вопрос в начале пандемии, но как-то потом захватили другие проблемы, и это ушло в сторону. А сейчас уже все, уже доказали, что подниматься легко с потоком воздуха, но вирусы не всегда так передавались. Допустим, мы говорим, вот ветряная оспа или ветряная оспа, она как ветер разносится. На первом этаже заболели, на пятнадцатом следом тоже заболеют. Все, пошли по воздуховодам. Поэтому вот еще и этот фактор. Я к тому, что только отгородившись от всего мира и находиться, ну вот я в своей квартире, и все, и меня никто не тронет, и я там сто лет буду жить в этой квартире без инфекции. Нет, не получится. То есть инфекция, она находит свои лазейки, ячейки, как проникнуть в человеку. Иначе эта инфекция, она же должна жить в человеке, потому что ей нужен дом, человеческий дом нужен. Ну и тогда уже нашим медикам, может быть, вот именно педиатрической службе, да, что бы вы пожелали? Педиатрам и вообще всем врачам. Я знаю, что вы очень с таким большим трепетом уважения относитесь. Особенно к педиатрам первичного звена. Да, да, да. Это первые люди, которые именно, они вступают в бой с любыми инфекционными, и вообще с любыми заболеваниями. Это первые люди, кому ты несешь свои тревоги, свои чаяния, рассказываешь все. Поэтому, конечно, мне очень хочется пожелать, чтобы они были здоровы, чтобы сил на все хватало, и чтобы они получали удовольствие, радость от своей работы, в том, что они так хорошо умеют помогать людям. Но когда эпидемия, конечно, тяжелее, больше всего именно первичному звену приходится. Потому что колоссальные нагрузки, и такие большие они умнички, работали и до 10 вечера, и до 11 вечера, и обслуживали, помогали людям, до последнего тот, кто нуждался в их внимании. Они не справляются с этой задачей. Да, да, да. Вполне справляются. Поэтому, конечно, очень хочется, чтобы наши доктора всегда были здоровы, чтобы всегда они могли прийти к нам, ко всем на помощь. Спасибо большое, Ирина Леонидовна. Спасибо большое. Ну что ж, вот такой интересный разговор у нас сегодня получился. Я всем желаю здоровья, всем желаю успехов. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Смирнов.